Приветствую, друзья! Хочу поговорить с вами сегодня про питание пожилых людей. Вы знаете, когда решил об этом поговорить, первая мысль, господи, какое питание пожилых людей на странице у детского врача? Потом зашел, посмотрел на свою аудиторию. Выяснилось, что 13,2% моей аудитории – это люди в возрасте 55-64 года. А, собственно, пожилые, то есть те, кто старше 65-ти, это практически почти 10% моих подписчиков. То есть, оказывается, много тут у меня народу, для которых это уже актуально или будет актуально совсем скоро. А для всех остальных будет актуально рано или поздно. Поэтому слушайте и делайте выводы. На самом деле медицинская наука четко понимает и утверждает, что люди старше 65-ти лет очень уязвимы к дефициту питательных веществ. И проблемы с получением этих веществ резко активизируют, обостряют всю эту кучу хромических болезней. При этом надо сказать, что проблемы с питанием у пожилых людей очень широко распространены. Более того, пожилой человек, питающийся неправильно, по крайней мере, там, где я имею счастье, обитать. Так вот, в нашей стране пожилой человек, питающийся неправильно, это скорее правило, нежели исключение. Какие факторы обусловливают остроту проблемы? Почему так много пожилых людей испытывают проблемы с питанием? Перечисляем. Но прежде всего, трудно иногда выйти за продуктом. Трудно приготовить еду. Далее, дефицит средств. Ну, собственно, тут два момента в плане дефицита средств. С одной стороны, на пенсию особо деликатесов не накупишь, к диетологу не сходишь, да и зубы не починишь зачастую. Я говорю, на нашу пенсию. Возможно, где-то иначе. Но у нас примерно так. Далее. С возрастом уменьшается или исчезает аппетит. Многие проблемы со здоровьем мешают, в принципе, есть. Определенное количество лекарств снижают аппетит. Ну, вот я вам могу сказать, например, есть лекарства, так называемые статины, которые массово используются для коррекции уровня жирового обмена, для борьбы с тем самым лишним холестерином. И вот по бочным эффектам многих статины является тошнота, которая очень часто вообще напрочь у людей отбивает аппетит. Далее. С возрастом становятся менее активными, менее чувствительными вкусовые рецепторы. Поэтому еда совсем не такая вкусная. Ну, и то, о чем я уже вскользь сказал, зубы. Очень часто проблемы с зубами не позволяют нормально есть все, что положено. Ну, по крайней мере, сплошь и рядом грызть яблоко уже большая-пребольшая сложность. Когда мы обсуждаем питание пожилых людей, здесь есть как бы три действия, три направления глобально. Первое – это понимание самого пожилого человека. Вот когда меня сейчас смотрит человек, которому 65+, и он в здравом уме, в ясной памяти, он просто слушает доктора Ковровского и делает правильные выводы. Второе – это помощь людям. Вот если в вашем окружении есть человек 65+, то вы, организуя питание в семье или заботясь об этом человеке, знаете, должны знать, что такое хорошо и что такое плохо. И третье направление совершенно однозначно – государственная политика. Ну, когда, например, политики задумываются над таким вопросом, как питание пожилых людей. При этом питание пожилых людей – это не та, вот как нам часто показывают, как стоят там пожилые старики в очереди за тарелкой супа. Это не называется забота о питании. Это разовая акция, которая не дает человеку возможность погибнуть с голоду. На самом деле, еще раз говорю, проблема питания пожилых людей – это государственная политика. И вот здесь лично у меня, когда я думаю о питании пожилых людей, возникает очень грустная аналогия с такой позорной страницей нашей медицины, как доступ онкобольных к наркотикам. То есть вот все вы, кто меня слушает, должны понимать, что каждый третий, еще вдумайтесь, каждый третий из тех, кто меня сейчас слышит, умрет от онкологии. Каждый третий. И в процессе умирания от онкологии он будет испытывать жуткую боль и просить, чтобы ему помогли. И вот сейчас надо об этом думать, сейчас, чтобы уходить из этого мира в тот, без унижений, без боли, без мокрых простыней, чтобы не терять человеческое достоинство. И об этом, о том, что человек не должен в 21 веке испытывать боль от онкологии, потому что ему там куча препятствий к доступу к наркотикам, такого быть не должно. Так вот с питанием пожилых людей то же самое. Объясняю. Медицинская наука точно знает, что есть, например, четыре компонента питания, с которыми у взрослых людей однозначно проблемы. Я вам их перечисляю. Это, во-первых, клетчатка. Вы должны знать, где находится клетчатка. Клетчатка это цельнозерновой хлеб, это овощи, фрукты, это бобовые. Далее, кальций. Пожилой человек должен получать минимум 1200 миллиграмм кальция в день. Ну, стакан молока это 300 миллиграмм. То есть уже давным-давно доказано, что при стандартном обычном питании получить достаточное количество кальция пожилой человек просто не может. А потом мы удивляемся, почему пожилые люди ломают себе руки, ломают себе головку бедра и так далее, и так далее. Итак, смотрите, клетчатка, кальций, дальше, витамин D. Пожилой человек должен получать 800 тысяч единиц витамина D в сутки. И четвертое, о чем вот говорят все без исключения, это витамин B12. Витамин B12. Там количество 2,4 микрограмма в день, а B12 это продукты животного происхождения. Мясо, рыба, яйца, с которыми часто у пожилых людей проблемы. И вот, кстати, именно для этого и существует государство. То есть государственные чиновники, Министерство здравоохранения теоретически знает, знает, что пожилой человек, любой, испытывая дефицит B12, D, кальций, клетчатка, и вот для таких ситуаций и есть наука о биодобавках. Для профилактики болезни каждый пожилой человек должен это получать. Или, если он не может это получать, вы даете ему полноценное питание, чтобы все он это получал. И об этом надо думать сейчас. И в 21 веке, когда продолжительность жизни растет, я глубоко уважен в том, что должно быть прям Министерство геронтологии, которое бы отвечало на вопросы питания. Странно, да, это потому что я уже старый, или просто потому что нам всем пора об этом думать. Ну просто, да, как-то страна педиата вдруг об этом. Ладно. Тем не менее, я обратил ваше внимание на 4 важных компонента еды, теперь обо всем остальном. Итак, применительно к пожилым людям. Если речь идет о жидкости, то идеальным напитком для взрослого, для пожилого, для очень взрослого человека является негазированная, некипяченая минеральная вода нейтрального вкуса. Среднее количество чашек в день 8, если нет жары. Кстати, одна из самых больших проблем пожилых людей, особенно в условиях сухости воздуха и жары, дефицит жидкости, и это приводит зачастую к обострению болезней и к увеличению вероятности проблем с сердцем и сосудами. Применительно, опять-таки, к пожилым людям выделяют определенные группы продуктов, и для каждой группы продуктов есть определенные рекомендации. Зерновые. Это то, что, собственно говоря, как правило, основа питания пожилых людей. Это хлеб, макароны, картофель. Туда же обычно считают вез, кукуруза, пшеница, разные другие крупы, гречка, овсяные хлопья и так далее. Значит, всегда, когда есть такая возможность, отдаем предпочтение продуктам из цельного зерна. И есть также вот каши, например, там тоже овсянка, обогащенная витаминами. То есть, куда добавлен, например, там В12 или добавлен витамин Д. Далее, овощи и фрукты. Именно применительно к пожилым людям овощи лучше, чем фрукты. И надо помнить о том, что чуть ли не самое полезное в овощах и фруктах это кожура. Да, вот яблоко, нечищенное яблоко, картофель в мундирах и прям хорошо помыть и есть вместе с кожурой. И это очень-очень полезно. У картофеля кожура? Или чешуя? Или шелуха? Кожура. Еще одна группа продуктов с белком. Ну, это мясо, рыба, яйца, бобовые, молочные. Ну, все это очень хорошо и это, как правило, в дефиците. Дальше, продукты, богатые жирами, не очень нужны пожилым людям. Но если мы все-таки даем, то отдаем предпочтение растительным жирам. Ну, и, конечно, было бы здорово жирную рыбу. А вот сладости и сладкие напитки, ну, это то, что нужно меньше всего на свете. Ну, и, собственно говоря, принцип здорового питания, главный принцип здорового питания пожилого человека это разнообразие вот этих самых пищевых групп. Всегда отдавать предпочтение продуктов, которые содержат клетчатку. Ну, вот этим самым цельнозерновым, бобам, овощам и так далее. Помнить, что чуть ли не самый большой друг пожилого человека это рыба. Вот рыба во всех видах пожилым людям очень-очень круто. Дальше надо ограничивать сахар, ну, чуть ли не исключать, ограничивать соль, ограничивать потребление жиров. всегда помнить о том, что очень нежелательно взрослому человеку, пожилому человеку пропускать питание. Вот нельзя питаться два раза в день. Не хочется, нет аппетита, пусть будут меньше порции, но питаться надо три раза в день. Ну, и последнее. Конечно, очень важно поддерживать физическую активность, и если у вас ограниченный бюджет, а высокая вероятность того, что у вас ограниченный бюджет, то вы должны тратить время на изучение этой темы, подробное, потому что каждый купленный вами продукт питания должен быть в копилку вашего здоровья, в те самые В12, правильные жиры, витамин D и так далее, и так далее. Главное, я не пытаюсь сейчас прям писать диету для пожилых людей, я просто хотел ответить на вопрос, что для пожилого человека хорошо и что плохо. Поэтому долгих вам лет жизни и приятного аппетита. И делайте правильный вывод. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok